Настраиваю принтер, жду 20 часов и расписываю ходячий замок. Всем привет! У меня на канале регулярно мелькает тема 3d печати на фотополимерном принтере. Сегодня хотел бы рассказать несколько подробнее о принтере, который использую, и о процессе его подготовки перед печатью. Вместе с этим от начала до конца покажу, как из электронного файла рождается диорама в жанре стимпанк. Приятного просмотра! Для печати я выбрал фигурку из фильма «Ходячий замок» режиссера Хаяо Миядзаки. Место действия аниме вымышленное подобие Европы 19 века. Здесь магия переплетается с реальным миром и современными технологиями. У волшебников спокойно покупают магический порошок, по небу летят навороченные самолеты, а в центре этого водоворота странствующий замок на курьих ножках с таинственными жителями. 3D-модель я взял из открытого источника, ссылка на него будет в описании под видео. В мешмиксере делаю половинки полами и загружаю их в слайсер CheetoBox. Подгоняю масштаб модели таким образом, чтобы она занимала предельные габариты рабочей зоны принтера. Модели размещаю на площадке без каких-либо поддержек. Из-за большого интервала засветки первые слои печати сильно искажают контур модели, поэтому я добавил пьедестал, который сохранит очертания фигуры, а после печати он будет обрезан. Выставляю необходимые параметры и нарезаю фигуру на отдельные слои. Фотополимерная смола имеет токсичный едкий запах, поэтому для принтера я обустроил вентилируемое место на балконе. Уже заметно похолодало и за два часа до начала печати поднимаю температуру воздуха до 25 градусов по Цельсию. Правильная температура и влажность – это два самых важных параметра для качественной печати. Перед началом работы надеваю резиновые перчатки и полнолицевой респиратор. Как я уже говорил, фотополимерная смола токсична, она вызывает аллергические реакции на кожу, слизистых оболочках дыхательных путей и глаз. В первую очередь обезжириваю площадку оси Z и поддон для смолы. Для удобства изопропиловый спирт распыляю из дозатора. Детали протираю бумажной салфеткой, она хорошо впитывает остатки смолы и не оставляет ворса. Включаю принтер и начинай калибровку оси Z. Опускаю ее в автоматическом режиме в нулевую точку, обозначенную домиком. Первая особенность моего принтера – дико скрипучее передвижение платформы по оси Z. Таким он был с момента приобретения. Уже было несколько попыток это исправить, все безрезультатно. Перед дальнейшим позиционированием важно отпустить механизм фиксации площадки. После этого ее необходимо опустить к дисплею. Это фиксированное расстояние. Оно определяется один раз. Для моего принтера оно составляет 2,6 мм. Равномерно прижимаю площадку к дисплею и зажимаю механизм фиксации. После поднимаю ось Z на 0,2 мм. Выхожу в меню и задаю параметр Z0. На этом калибровка завершена. Возвращаюсь обратно и поднимаю площадку на произвольную высоту. Вторая особенность моего принтера – он через раз включает дисплей засветки. Перед каждой печатью приходится проверять его работоспособность. В данном случае повезло, все работает, можно печатать. Перед каждой печатью тщательно взбалтываю смолу. Это действительно важно. Смолу заливаю по краям поддона. Если это сделать по центру, высока вероятность залить дисплей управления. Я уже неоднократно наступал на эти грабли. В следующие 9 часов принтер можно не беспокоить. Главное – поддерживать в помещении заданную температуру и влажность. По готовности модели через фильтр сливаю смолу из ванночки. Некоторые мастера не делают эту процедуру после каждой печати, а только отделяют модель от площадки и продолжают печать. Как им это удается – не знаю. Делитесь своим опытом в комментариях. Буду благодарен. Ну вот, то, о чем я и говорил. На пленке остались засвеченные сопли. Если бы я поставил повторную печать без слива смолы, на выходе был бы либо треснутый дисплей, либо испорченная фигурка. Поэтому рекомендую после каждой печати сливать смолу и проверять пленку поддона. Далее необходимо очистить фигурку от излишек смолы и досветить ее под ультрафилетовой лампой. Для этой цели можно приобрести специальное оборудование, но оно требует огромных затрат спирта. Я же обильно опрыскиваю модель из дозатора. Направленный поток спирта быстро сбивает излишки смолы с минимальными затратами. На чистку такой большой фигуры уходит около 20 мл спирта. В упомянутое специальное оборудование пришлось бы залить не менее 500 мл в несколько подходов. Дополнительно продуваю модель с сжатым воздухом и с аэрографом. Отделяю модель от платформы и перемещаюсь за уютное рабочее место. Выражаю благодарность моим патронам. Ваша помощь неоценима. В патреоне я публикую все авторские 3D-модели и снимки за кулисья с историями. Делюсь собственным опытом и отвечаю на все интересующие вопросы в развернутом виде. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Присоединяйся. На данном этапе поверхность модели остается мягкой, я бы даже сказал желеобразной. Ее необходимо дополнительно запекать под ультрафиолетовой лампой. Время до засветки рекомендируется производителем смолы. Печать всех элементов замка заняла 20 часов чистой работы принтера. У этого замка есть не только курьи ножки, а и крылья, глаза и даже уши. Хаяо Миядзаки изобразил замок в жанре стимпанк. Это направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное паровой энергией конца 19 века с выраженной стилизацией под эпоху викторианской Англии. На крупнозернистой наждачной бумаге счищаю пьедестал и подгоняю половинки друг к дружке. Половинки склеиваю на жидкий суперклей. Он схватывает моментально, поэтому детали важно точно позиционировать с первого касания. Шов склейки зачищаю при помощи бормашины с абразивными насадками. На этом остается расписать фигурку и сделать для нее живописное основание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok